Соси! Так, у него до сих пор первый. БХ сейчас должен с инвиза его покусывать, кстати. Пока он первый уровень. Просто сейчас он апнет второй, и он уже будет двойной атакой душить. Сразу беру, собственно, третий скилл, чтобы впитывать, потому что, очевидно, сейчас впитывать... Я не знаю, что он делает. БХ просто, короче, стоит и смотрит на то, как я фармлю и забирает у меня экспо. Ему раньше надо было нажимать инвиз и идти гонять. Он сейчас должен просто кусать его в крысу постоянно, и все. То есть быть, так сказать, неприятным. Потому что там БХ с орбов Веномом, насколько я понимаю, да? БХ с орбов Веномом. Без, без. Это мне показалось. Оп, хорошо. Так, 500 золота есть. Я думаю, на этой линии в фейзах смысла нету. Тут надо рашить вангвард, чтобы с вивером стоять. Потому что сейчас БХ уйдет, скоро очень. И я буду стоять один на один. Он будет очень больно с двойной атаки отрывать. Поэтому, чем быстрее я куплю кольцо и вангвард, тем лучше для меня. Ну и опять же, потом до 10-го левела я с ним более-менее смогу стоять. С 10-го левела... О, БХ засорил вивера. Не знаю, как у него это получилось. Он ебаный волшебник, походу. Сори за рекламу. Даже не хотел такого показывать. Спасибо за информацию. Еще раз удачи. Спасибо огромное за донат. Да ничего страшного, в принципе. Спасибо. Спасибо, братишка. Вот. То есть, потом я стою с вивером до его 10-го. И когда он берет 10-ый, ну, как правило, виверы берут... Минус БХ. Как правило, виверы берут мана... Ну, аджор маны вот этот с таланта на 10-ом. И я с ним уже стоять вообще не смогу. Потому что он мне быстро выживет всю ману. И будет очень больно бить при этом с двойной атаки. И потом один какой-нибудь ганг. И я без маны отлетаю. Надо, короче, кольцо уже нести. Кура апнулась. Поэтому должно относительно быстро быть. Вообще, мне не хватает какой-то ЦМки, наверное, в команду. Было бы круто, если бы была где-то снизу ЦМка. Мне прикинилась мана. И я бы вивера хоть... Ну, хоть... Он, кстати, вивер с топором. Я не понимаю немножечко, для чего ему топор. Рубить варды? Нет. На таком рейтинге много вардов не бывает. Не знаю, зачем ему топор. Нет идей. Просто купил топор, чувак. Вот. Плюс урон. Ну, так там мало урона. Там сколько для рейнджовых дает? 7 урона для рейнджовых за 200 золота. Ты за 200 золота купишь себе носок спайдермена. Еще и останется. Он даст тебе 3 дэмэджа, но ты потом его хотя бы в маску можешь обрейдить. Лустрик 20 игр. Играю на пятерке. Понимаю тебя. Потею изо всех сил. Что делать? Братан, знаешь, это лучшее. Вот когда ты играешь на пятерке, у тебя лустрик 20 игр. Хотя бы понятно, почему ты проигрываешь. Потому что ты играешь на пятерке, и от тебя ничего в игре не зависит. От тебя зависят первые 10 минут. Потом, если у тебя керри бомж, мидер бомж, то ты проиграл автоматически. Неважно, хоть ты на пятерке отбегал 5-0 у тебя статистика. Вообще плевать на твою статистику, плевать на твои варды. Если у тебя керри бомж, то извини, ты проиграл. Но более обидно проигрывать, когда ты играешь на керри на миде. Вот. И у тебя у меня, когда я качал мейн, у меня был лустриг 17. Я дошел до 5700. Ну, это второй мейн был, или третий, неважно. Я дошел до 5700, и потом с 5700 у меня лустриг был 17 каток. Это было все на стриме. Я три дня подряд на стриме, ну, я играл в день игры по шесть. Я три дня не выигрывал ни одной игры. И я играл на керри, на миде. То есть я проигрывал по 20 минут катку. Меня просто ломали. Вот это было жестко. Главное не расстраиваться, братишка. Наш насущный дашь нам днес.с, дай мне силы пережить еще один игру с четырех ковыми ляпками. Их уже и мы оставляем должником нашим точка с запятой, и не вреди нас во искушение. Спасибо за донат. Помолился, хорошо. Вот. Просто я, и причем, было пофигу, на ком я играл. То есть я бегал там, я мог брать темпларку, стоял в миде 5-0, а у меня в харде вражеский кускар был. И он просто сносил мне базу за 20 минут. То есть, вообще, было плевать, на ком я играю. От меня вообще ничего не зависело. Ну, какого бы героя я не взял, я просто проигрывал. Проигрывал за 20 минут. И так было... Ебать, это что за новости. И так было 17 каток подряд, чтобы ты понимал. Вот. Вот это вот обидно. А на пятерки это... Ну, это дефолт, я бы сказал. В этом ничего обидного нет. Это, скорее, очевидно. А не обидно. Потому... Ну, еще все зависит от твоего рейтинга. Опять же, просто играть на пятерки, например, на 5000 рейтинга, это не то же самое, как играть на пятерки на, там, 2000 рейтинга. Это совсем разная дота. Вот. Поэтому... Если у тебя там меньше 4000 рейтинга, да даже на 4000 рейтинга на пятерки от тебя ничего не зависит, по сути. Поэтому, если тебе меньше 450-5, и ты играешь на пятерке, тогда это неудивительно, что у тебя такой луст-стрик. Поэтому я бы не удивлялся вообще. А что делать? Либо играй, продолжай на пятерке, и рано или поздно... Ну, любой луст-стрик рано или поздно прерывается. Либо пересаживайся, например, на другую роль. Вот. У тебя, в сути, два варианта. Либо терпеть дальше и ждать, когда тебе загинет нормальных пацанов, которые начнут душить врага. Либо ты пересаживаешься на другую роль. Но, опять же, иногда от роли ничего не меняется. Бывает, тебе кидает таких пацанов много игр подряд, что шансов нету с нулевой. Либо по пику, либо по игре. Либо там у тебя пикнули или снова в Рейс Кинга какого-нибудь, или снова Фуриона, да? И ты все, ты проиграл. Либо у тебя нормальный пик, но у тебя в харде чувак на бестелбеке на третьей минуте 0.5. Все. То есть, ну, с таким хардером, скорее всего, ты проиграл. Если вражеский хардер чувствует намного лучше себя, чем твой. То есть, понятное дело, если у врагов такой же хардер, фидер, то тогда все в равных условиях. А так очень часто бывает, что в одну калитку. И это самое печальное, когда ты с нулевой понимаешь, что ты проиграл. Особенно по пику. А еще обиднее бегать на пятерки, ставить варды, облизывать мид, облизывать керри, при этом бегать 3-0, гангать там под смоками, там все делать, потеть как сука, а потом просто на 20-й минуте увидеть, что у тебя керри, которого ты облизывал, ты сделал там 3 фрага с ним на топе, например, да? А потом ты на него смотришь, а у него стата там не 2-0 как была, а уже 2-4. И все, и ты понимаешь, что все, что... Ну, а у вражеского керри, например, там, ну, все нормально. И ты уже понимаешь, что, скорее всего, то би пизда. Вот. Вот это тоже очень обидно. После таких игр руки опускаются. Это, знаешь, одно и то же, вот как ты на миде стоишь, против тебя стоит лютый дебил. Лютый дебил, ты его 7 раз подряд убиваешь, там ты на SF, например, у тебя там, я не знаю, 10-ая минута Shadow Blade, там ты снес башню, там загангал, у тебя 7-0, а потом ты проигрываешь, потому что у врага там керри какой-то суперосвижный. Вот это тоже очень обидно проигрывать. Прям дезморалишься люто, это я понимаю. Когда, потому что, ну, когда у тебя идеальное начало, которого лучше не придумаешь, и ты после этого проиграл, после этого лучше, наверное, дальше не идти играть в доту, лучше пойти погулять, там, отдохнуть, посмотреть сериальчик, но дальше будет лютая минус мораль, и от этого ты будешь больше ошибаться. Потому что мораль в доте очень важна. А что насчет Джаггера на этом рейте? Джаггер нет. Я объясню, почему. Потому что, смотри, спасибо за тысячу, потому что Джаггер, он, ну, у него очень долгий кд ульта. То есть на нем, я не говорю, что на нем нельзя выигрывать, я играю сам на этом рейте на Джаггере. На нем можно выигрывать, но это далеко не лучший выбор, потому что тебе нужно выформить шмотки. Плюс потом в рейте, если вражеский керри раскачался, Джаггер, он проигрывает многим керри в рейте. То есть всякой спик 3, войду, антимагу, Джаггер зачастую прям в глубоком лейте, он слабее. Понял? Поэтому Джаггер не лучший, тварь. Наебал, билы. Хотя, не наебал, наверное. Не наебал. Наебал, не наебал. Ну, я не захотел, блин, на низ идти. Там очень долго, блин, куда-то забегать. Решил вернуться, но набили ебало. А. Красава. Чисто гангает. А тут тупо бруда кушает Т2 Тауэр. Здорово. Феникс Мид, да, я так понял? Да, Феникс Мид. Просто я не ожидал еще Рики увидеть. Там еще Рики был. Я вернусь на топ. Мне не впадло. Они башню, кстати, хотели сломать. Можно перестать в меня жуков кидать? Сосед, урод. Блин, а ты меня заебал уже. И нахуй. Ты отвали. Ты что хочешь от меня? Ты можешь вот муть сделать. Урна будет у БХ, не буду делать. Снежок с фейзами на везде. Красавчик. А там бруда кушает. Дураков. А, не фунт. Я ненавижу задротов на бруде. Ненавижу ни с ними играть, ни против них. Они просто на ласт пик берут бруду и душат. Понимаете? Либо тебя, либо врага. Вообще против Феликса надо Джагу брать. Джага хорош. Яйцо разбивает в крутилке. Джага хорош. Феникс там на низу бегает, вместо того, чтобы мид тэфать. Там просто вивер особо в руде ничего не делает. Бруда сейчас сожрет башню на халяву. Яйцо бьем. Соло. Вот так вот пришел, тупо баблишка снял с дураков. Нормально. И топ чуть-чуть подпушил. Спасибо, Люцифер, еще за тысячу рублей. Вот. Поэтому Джагер на 2К лучше, наверное, не стоит. Ну, можно, если ты любишь на нем играть. Можно. Но это не самый эффективный и сильный выборный. То есть можно брать его, да, но по ситуации. То есть если против всякого, вот Феникс, к примеру, играет, да. В принципе, можно. Но просто так вот брать Джагера, там, обузить его, ну, я бы не стал. Привет, встреча. Здорово. Это мой первый донат. Ого. Скажи, какого героя лучше брать на ниже 1К МРР. Ниже 1К ММР. Мой лейтинг 300 МРР. 300 МРР. Ну, Фантомка, там имба, я слышал. Фантомка не контрится вообще. Берешь Фантомку, там я слышал, у твоей команды, у вражеской всегда 5 керри. А есть такая инфа, что Фантомка дробь войд, килл любого в лейте. Вот. Но у Вайда есть один минус. У него очень долгий кулдаун купола. И для меньше 1К ММР ты очень мало сможешь фрагов наделать. Потому что, как правило, в начале войд без купола не убивает. Да он вообще без купола сложно кого-то убить, герои уходят. То есть либо у тебя просто с первого удара срабатывает баш, и ты не упускаешь с баша. А в противном случае от тебя герои все убивают. А купол имеет очень большой кулдаун. Вот. Но Фантомка, Фантомка, у него, я слышал, кулдаунов нету. И герой сильный в этом плане. Вот. Войд мне перестал нравиться. Я раньше много на войде играл. До последнего патча, когда войду в хроносферу, на 20 секунд кулдаун увеличили. То есть у него 140 секунд на 6 левеле КД. Это 2 минуты. Это больше 2 минут. Это очень дофига. Это реально очень дофига. 120 раньше было. Это тоже было немало, но терпимо. Но вот то, что сейчас есть, это очень дофига. 140. Тем более на 1К ММР тебе нужно убивать каждую минуту героя в идеале. Вот. А Войд не может этого делать. Поэтому фантомка. Самый сильный керри. Это фантомка. Но опять же, там многое зависит от того, как у тебя выпадают криты и миссы. Но если они у тебя выпадают хотя бы средние, средние, не так, что они прям супер люто выпадают, и не так, что их вообще нету, как бывает у меня, например. Но это у всех так бывает. Вот, если они у тебя средние выпадают, то это будет изи. Просто бывают же криты выпадают как больные. Так, карту показать. Покажу, пацаны, забыл. Только что играл игру с одного подчеркивания на лексоген. Играл на Вайде БФ-16 после Аквилы и ПТ. А наш мидер на 20 минуте имел затар 1.5к. После этой игры я заявляю, что Дота 2 идет на хуй. Как такие пидорасы попадают даже на мой рейтинг. Они из Альпы вылазить не должны. Короче, нахуй. Ну, бывает, что бывает, братиш. Братиш, я когда захожу вообще на рейтинг 4000+, я всегда знакомлюсь с новыми билдами на героев, которые мне до этого были вообще неизвестны. То есть он на 4500 заходил. За меня Бонник попался, который купил себе Арканы, Майл Штром и Доминатор. Ну, то есть план был очевидный у пацана. Мана, ну, Арканы для Маны, Майл Штром выпадает, хаваешь Доминатором, приручаешь крипа, у него бонусные хп, ты его хаваешь и ты заебись. Вот так он и проебал игру на 25 минуте. То есть потом что? Потом я зашел, увидел Луну через второй-третий скилл и она купила себе. Я не помню, что она себе покупала, там что-то типа Аганима было. Ну, чтобы вы понимали, второй-третий скилл и чувак Аганим покупает и у него бим даже не вкачан. Это первый слот был Аганим. Вот, это все на 4 плюс было, поэтому я на 4 плюс захожу, я сразу, я сразу знакомлюсь с новыми билдами на героев, понимаешь? Там такое покупают, это просто шок. А, Армлет там был, ну это много, много таких было, я даже всех не припомню уже. Армлеты на Луне были, да. Я много чего видел. Мне даже не нужен в этой игре, я стоял себе на топе, они что-то пришли, меня убили, бруда им снесла, все, вон, смотрите, что происходит. Я не нужен, я просто могу фармить лес, вот, типа, когда за тебя попадается чувак на бруде, который берет ее на ласт пик, то, если он реально задрот, а обычно бруду берут на ласт пик чуваки, которые задроты этого героя, то все, 18-ая минута, чувак там рэмпой же делает, все, вот так все игры. То же самое касается мипа, если за тебя попадается какой-то бустер, просто бруда и мипа это такие два очень грязных героя, и, в принципе, если ты их задрачиваешь, то развалить пап там на таком уровне за 15 минут не составляет труда, вот. Я тут, в принципе, не нужен, бруда там сама сейчас все сломает, и я просто пофармлю, и пусть он сделает свое грязное дело, я не нужен. Ну и напоследок, что думаешь про снайпы на миде в этом диапазоне, Рика? На двух тысячах, спасибо еще за тысячу, Люцифер. Вот честно скажу, снайпер мне на низких рейтах вообще никогда не нравился, потому что на низких рейтах постоянно берут по 3-4 керри, обязательно будет какой-нибудь Сларк, и обязательно он купит Шадоу Блейд, дойдет до тебя и убьет тебя, понимаешь? Но, с другой стороны, если брать на ласт пик, то можно, но снайпер слабый герой, слишком. Вот, не знаю, мне он не нравится. Спасибо за тысячу. Не смотрел тебя год, решил зайти, блять, усы. Джойстартер, спасибо за 200 рублей. Ну что, пора мне, наверное, в игру вступить. А то там бруда... Хотя бруда нахрен мне нужен. Бруда вон в соло просто рубит дураков. Вон уже барак исчез. Вивер сейчас умрет. Подожди, там дровка есть. А что дровка себе позволяет? А ну быстро ты паут делай, дура. Вот так вот, вместо, знай. А, вот так вот? Ну ладно, давай. Привет, кули. Здравствуйте. Надо подкушать. Там байбеки пошли, рики уже. А, это... Не, рики не наши. Блять, ты почему меня дефаешь, алло? У тебя там база падает, брат. Брат, иди. Не, ну я вахуй вот все. У тебя база падает, эй! Брат! У тебя бурда по базе бегает, бурда бегает по базе. Иди отсюда. Вейл, кая. Я иди отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok